Ну, пока не началось, попробуйте еще раз. Только вы меня сразу не бейте, ладно? Дослушайте и попробуйте возразить. И чур, в этот раз давайте обойдемся без истерик по поводу моего еврейства, зоологической русофобии, морального падения и легендарной продажности. Иначе как-нибудь попробуйте, ладно? На уровне мозга желательно. Для начала, как всегда, парой аксиом определим сетку координат, чтобы разговор вообще имел смысл. Первое и главное. Родина не тождественна администрации. Она не тождественна ей никогда, и зазор есть даже в Норвегии. А в случаях администрации негативной, преступной и бесконтрольной, интересы Родины и властной группы расходятся обычно под углом 180 градусов. Смотрите случаи с Гитлером, Палпотом, Туркмен-Баши, династии Кимов и так далее. Желать поражения Гитлеру – нормальное желание немецкого патриота. Не путать с сотрудником гестапо. Укреплять власть Гитлера – значит желать дальнейших несчастий своей Родине и окрестным народам. Согласились с этим? Или есть возражения? Если согласились, приступаем к сравнительному анализу. Администрация России сегодня администрация негативная, преступная и бесконтрольная. По всем ключевым показателям индексу коррупции, свободы слова, социальных гарантий, мы находимся в настоящее время в компании стран с глубоко азиатским политическим устройством. Власть внутри давно узурпирована и является де-факто полицейским режимом, хотя и приукрашена формальными демократическими институтами. Спорить о том, является ли Государственная Дума свободным парламентом, с ведомства господина Чайки, органом надзора за законностью – увольте. Всех, кто хочет об этом поспорить, прошу выйти из зала, а с нормальными мы продолжим. Итак, внутри у нас классический режим. Снаружи аннексировано несколько территорий в сопредельных государствах. Юридическое прикрытие аннексии тоже не является предметом для дебатов. Австрия при Гитлере, страны Балтии при Сталине, Кувейт при Саддаме были присоединены в полном соответствии с юриспруденцией неправдой. Еще никогда в истории страны с узурпированной личной властью, страны-агрессоры, противопоставляющие себя миру, не выигрывали у мира на длительной исторической дистанции. Все это победоносное сумасшествие всегда и везде заканчивалось плохо. Иногда это сопровождалось мировыми войнами, иногда обходилось просто деградацией или обрушением, но ни разу от этого не случалось ничего хорошего. Отсюда с чистой формулы выводим. Всякое укрепление отвязавшейся преступной администрации, всякое накопление ее пиаровского ресурса, дальнейший рост ее власти и возможностей – прямая угроза для Родины. Не только для нее, разумеется, но в первую очередь именно для нее. Желать ущерба и поражения такой администрации – обязанность патриота. Как вы уже, может быть, догадались, я о мундиале. Я обожаю футбол и смотрю эти мундиали с 1962 года. Моя жизнь в эти летние дни расписана заранее и проходит по преимуществу на диване. Я – болельщик Спартака, и мне трудно желать поражения Черчесову. Но приходится. Я, пожалуй, за французов поболею или за англичан, и знаете почему? Потому что никакая победа французской сборной не даст Макрону возможности узурпировать власть. Потому что Терези Мэй не светит ни пункта лишнего рейтинга в случае успеха Кейна и Ко. Как у них устроено у либерастов, в англо-французском случае футбол – это всего лишь футбол, игра. А в наших нехитрых широтах каждый забитый мячик или заброшенная шайба становится очередным шприцом эйфории, умело введенным в вену и без того одуревшему населению. Путин немедленно умело отпиарится по поводу программы, как пиарился еще в дни теннисных побед Кафельникова. У нашего лидера огромный опыт прихода в раздевалке в час побед и исчезновения вообще отовсюду в часы поражения. Впрочем, с этим мундиалем он уже победил. Запад, со времен Тэтчер и Рейгана, обнякший до степени полного неприличия, оказался неспособным на внятные коллективные реакции. Увы, мы живем в таком удивительном, чрезвычайно политкорректном мире, где Мессия не дозволена сыграть в Иерусалим. Зато Салаху можно обниматься с Кадыровым. Еще не начавшись, мундиаль 2018 уже служит дальнейшему укреплению путинской власти. Сам факт приезда миллиона болельщиков, весь этот веселый международный карнавал – уже победа Путина. И он, будьте покойны, по этой программе нарастит на этом рейтинг, чтобы еще увереннее, чем раньше, творить потом жесточайшие беззакония. Да, собственно, он и ждать-то не будет. Сенцов Пусть это имя сопровождает вас в эти чудесные праздничные дни, как платок Фриды. Сенцов В цену Олимпийского Берлина 1936 года вошли Кавентрии и Хаты. Писал я четыре года тому назад, предостерегая от эйфории в дни открытия Сочинской Олимпиады. В цену уже Сочинской Олимпиады, вскоре после того текста вошли и многие тысячи погибших на Донбассе и малазийский бой. Охота проверять закономерности дальше, но вперед. Футбольный праздник начинается о спорт и мир. Ага, как же. Поговорим через годик, сверим впечатления с теми, кто останется жив. Виктор Шендерович Сочинской Олимпиады